Шеф-повар, Максим Григорьев. Картофельные крокеты. Крокеты – это огромное семейство горячих закусок или гарниров, которые объединяет наличие хрустящей корочки поверх мягкой сердцевины. Способ приготовления крокетов, как правило, фритирование, хотя современная кухонная техника делает возможными и другие варианты. Время приготовления – 1 час 40 минут. Ингредиенты. Картофель – 1100 грамм. Масло подсолнечное рафинированное – 2000 мл. Мука пшеничная – 70 грамм. Мускатный орех молотый – 1 щепотка. Панировочные сухари – 100 грамм. Соль – 2 чайные ложки. Яйца куриные 4 штуки. Шаг 1. Это своего рода базовый рецепт для картофельных крокетов, которые можно делать с самыми различными добавками. Чтобы получить килограмм картофельного крокетного теста, нам потребуется чуть более килограмма сырой картошки, не склонной к развариванию, и 3 яичных желтка. Тертый мускат и соль по вкусу. Соль – еще и в зависимости от того, гарниром к чему будут служить крокеты. 2 литра растительного масла требуется для фритирования, а не в тесто. Мука, панировочные сухари и еще один яйцо, к которому я добавляю белки от трех, желтки от которых ушли в тесто, для панировки перед фритированием. Шаг 2. Отварите картошку в мундирах в подсоленной воде до полной готовности. Если видите, что картошка слишком дрызглая, набрала при варке много воды, подсушите ее после чистки какое-то время в духовке при температуре 180 градусов. Короче, картошка под этот рецепт крокетов нужна довольно сухая. Шаг 3. Почистите картошку и продавите ее через картофельный пресс, или измельчите любым иным удобным вам способом. Шаг 4. Введите в картошку 3 яичных желтка, мускат по вкусу и соль. Вымесите гомогенное тесто. Соленость проверьте на этой стадии, температура подходящая приблизительно соответствует температуре употребления. Шаг 5. Заправьте тесто в рассадочный мешочек с насадкой диаметром отверстия приблизительно 2 см. Высаживайте на посыпанную мукой поверхность картофельные колбаски длиной 4-5 см, отрезая их ножом. У вас нет насадки с диаметром 2 см. У меня, если честно, тоже. Если вы приглядитесь повнимательнее, то это просто срезанное горлышко от самой обычной пластиковой бутылки, вставленная в кондитерский мешок. Зато колбаски получаются ровненькие, аккуратненькие, почти как промышленные. Те, кому доводилось катать крокеты-палочки руками, думаю, оценят такой прием. Шаг 6. Обваляйте картофельные колбаски в муке. Уже поставьте на разогрев фритюрнице от 2 литра масла до 170-180, сгреются довольно долго. Если делаете в небольшом количестве масла, можно подождать. Шаг 7. Обмакивайте обваленные в муке колбаски в разболтанное яйцо и обваливайте их в панировочных сухарях со всех сторон, из торцов тоже. Шаг 8. Картофельные крокеты фритируются при температуре 170-183-5 минут до готовности. Готовность у них наступает, когда они становятся коричневатыми и всплывают. Шаг 9. Вот так выглядит чуть меньше 1-2 крокетов, которые получатся у вас из данного количества теста. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.